Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на телеканале ТДК-42. В студии для вас работает Сергей Уланов и Айнура Дусумова. И в начале выпуска коротко о главном. Совсем непочетное 49 место заняли школьники Казахстана в рейтинге образования развитых стран. Сегодня в Уральске обсудили проблемы развития государственного языка в области здравоохранения. Технический парк пограничной службы области пополнен новыми автомобилями. В рейтинге образования развитых стран школьники Казахстана заняли 49 место. При этом Казахстан намерен войти в тридцатку развитых стран мира. Об этом на брифинге в Астане признался министр образования Сыринджипов. На республиканском августовском совещании систему образования раскритиковали. Но тогда министр образования не дал пояснения для прессы. Теперь на брифинге в Астане прессе позволили задать всего несколько вопросов. Подробнее расскажет Бауржан Шайхмет. В исследовании ни один казахстанский 15-летний ученик не достиг высшего уровня оценки. То есть не смог продемонстрировать умение самостоятельно мыслить, анализировать, выдвигать собственные гипотезы. Почти половина показали самый низкий первый уровень выполнения элементарных заданий. При таких показателях заложить основу для устойчивого экономического будущего страны невозможно, говорят эксперты. Это говорит о том, что наш 15-летний ученик читает и понимает текст так же, как 12-летний ученик из развитых стран. И по этим результатам мы заняли 49-е место. Мы ставим задачу повышать свой уровень. В этом исследовании принимают участие самые развитые страны. Но как стоит задача, мы должны из 50 двигаться вверх, ближе к 30. Поэтому для этого отдельно мы предусмотрели курсы, через которые прожатут 10 тысяч педагогов. Но как исправлять положение, если эксперты отметили перегруженность учебной программы школы? Также отмечается большое количество учебных предметов. При этом почему-то после седьмого класса исключаются предметы, важные для развития воображения. Удивительно, но чрезмерный упор делается на теорию, а не на практическое применение. В числе минусов экспертами отмечена слишком длинная учебная неделя и продолжительные летние каникулы. В большинстве развитых стран практикуется пятидневная учебная неделя и короткие каникулы. Но министр образования Казахстана не намерен менять сроки каникул. Международные эксперты в некоторых своих докладах отмечали, что в Казахстане, так же и как во всех других посоветских странах, очень длинные летние каникулы. Ну, этот вопрос у нас как таково не рассматривается. То есть по срокам, по продолжительности учебного года мы вопрос не ставим. Есть, конечно, отличия. Есть страны, где каникулы покороче. Но на данный момент, в ближайшем будущем мы не рассматриваем такой вопрос, чтобы сокращать каникулы или что-то в этом роде. Бауржан Чайхмет, Ганизат Успанов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Сегодня в филиале Национальной палаты Западной Казахстанской области состоял заседание Регионального совета палаты предпринимателей области с участием заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан Нуржан Альтаева. В ходе рабочего визита Нуржан Альтаев также посетит и ресурсный центр, Уральский колледж газа, нефти и отраслевых технологий, а также колледж экономики и информационных технологий. О подробностях заседания расскажет наш корреспондент Аиша Киреева. Предложений было множество. Предприниматели обращались с различными вопросами. От внесения торговли в приоритетный сектор экономики до сертификации соответствия. Также поднимались злободневные вопросы по поднятию цен на ГСМ. После первого съезда предпринимателей Казахстана наступил период практических действий. И в связи с этим они встречаются в регионах с руководителями ассоциаций, узнают, какие предложения есть. И в частности, мною было предложено, вот эти все средства, которые на сегодняшний день государство выделяет, разные акционерные общества, квази, так сказать, структуры, было предложено объединить. И в этом направлении, оказывается, работа такая велась и в Национальной палате предпринимателей. Как нас заверили, со следующего года Национальная палата предпринимателей, а на местах палата предпринимателей нашей области, будет единым центром по оказанию помощи именно предпринимателю. Также обсуждались вопросы госзакупок. Многие предприниматели седают на то, что сложно выиграть тендер, так как иногда их выставляют в ночное время суток, и многие не успевают подать заявки. Иногда мы просто знаем, что когда какие-либо нацкомпании или госорганы проводят закупки, они в первую очередь уже на этапе разработки техспецификации его уже делают под какого-то конкретного поставщика. И потом уже очень сложно этот тендер выиграть, потому что уже в техспецификации там практически все расписано и написано, какой должен быть вид товара или услуги, и это все ориентируется на конкретного поставщика. Также на заседании обсуждались перспективы развития региона. Роль региональной палаты предпринимателей по реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития страны и внедрению дуальной системы обучения в учреждениях системы технического и профессионального образования в Западно-Казахстанской области. Аиша Киреева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Сегодня в Департаменте внутренних дел прошло заседание Общественного совета. Было рассмотрено два вопроса. Об организации взаимодействия органов внутренних дел и неправительственных организаций и работе общественных формирований. Подробности у Романа Копняева. В июне этого года был создан Совет по взаимодействию и сотрудничеству ДВД и неправительственных организаций. Основная цель сотрудничества – профилактика правонарушений, формирование в обществе нулевой терпимости, даже к мелким проступкам. Полицейские предложили провести встречу в форме вопросов и ответов. Общественники тут же рассказали о проблемах во взаимоотношениях с полицией. При сообщении о нарушениях правил благоустройства сотрудники органов внутренних дел тратят драгоценное время на составление протоколов вместо того, чтобы искать нарушителей. А в поселке Деркул полицейские просили у родителей денег за то, что доставляли их детей домой в вечернее время. Если где-то в парке кто-то ссорит в общественном месте, мы же заставляем, несмотря на то, что составляется протокол административного нарушения, мы заставляем устранить последствия. Здесь тоже надо взять вот это по телефонным сообщениям людей. Теперь далее, вам я же поручаю, вместе вот отдельно переговоритесь. Значит, сядьте конкретно, разберитесь, найдите, поставьте мне на ковер тех, кому не хватает, значит, выделяем государственные средства на охрану общественного порядка. Значит, все штрафы, они платятся, налагаются только судом, и платятся в установленном порядке, значит, доход государства. Какие-то там на бензин, другие эти случаи ничем не оправдывают. И я вообще вычеркнул, значит, те слова, что наша служба и опасна, и трудна. Мы ее сами выбрали, и нечего людям платиться в жилетку. Полицейские заявили, что в области действует 241 общественное формирование правоохранительной направленности. В них состоит более 2200 человек. С помощью общественников раскрыто 71 преступление и задержано 593 правонарушителя. В 2013 году было поощрено 188 граждан, принимавшие активное участие. На сумму, выделенную из средств медицинского бюджета, значит, 2 миллиона 972 тысячи. В текущем году также мы уже поощрили 92 гражданина, значит, еще имеет 45 материалов на поощрение граждан. Также сумма, выделенный денежный средств составляет, значит, 2 миллиона 972 тысячи. Члены общественного совета договорились о проведении выездного заседания в одном из районов области. Решено рассмотреть вопросы скотократства на селе. Роман Копняев, Эбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске обсудили проблемы развития государственного языка в области здравоохранения. Одна из основных проблем – это отсутствие конкретной терминологии на государственном языке. Существует много вариаций терминов и нет конкретного утвержденного варианта, считают специалисты. А это приводит к большим трудностям в документообороте госорганов. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент Олег Великий. Порой одно ведомство не понимает другое, потому что у них разные переводы и термины. Специалисты утверждают, что ежедневно сталкиваются с проблемами делопроизводства, в частности входящих и исходящих писем и запросов. Я думаю, что сегодняшний семинар, организованный областным управлением по развитию языков западно-казахстанской области, дает много хорошего в плане употребления терминов на государственном языке, особенно по медицинской части. Думаю, что все участники довольны ходом семинара, потому что мы нашли здесь ответы на многие интересующие нас проблемные вопросы, в том числе употребление терминов, медицинских терминов. Люди, отдавшие много лет медицине, не понаслышке знают, как много проблем было с государственным языком. Ведь в медицине много терминов на латинском и греческом языках, и перевести все на государственный язык – процесс трудоемкий, и не одного дня. Сейчас очень много книг выпущены, русско-казахский словарь, казахский-русский словарь, есть словарь, трехязычный русско-казахский-английский словарь. Все это, я думаю, даст развитие у государственного языка не только в области и системе здравоохранения. Участники круглого стола считают, что этот семинар позволит углубиться в данную проблему и найти пути его решения. Олег Великий, Алтамбек Майкенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Технический парк пограничной службы области пополнен новыми автомобилями. 16 автомашин марки УАЗ будут служить охране государственной границы. Вручение автомобилей состоялось в воинской части 2029, где пограничникам передали ключи от новых УАЗов. Подробнее в сюжете Марина Горбук. Сейчас в Западно-Казахстанской области около 20 пограничных подразделений. Из них отделы пограничного контроля, пограничные заставы и посты. Военнослужащие отмечают, что количество техники в этом году увеличилось. Поступивших машин хватит для охраны государственной границы протяженностью свыше полутора тысяч километров. Проверенная марка внедорожников, поступивших из Актау, подходит для местных дорог. Пограничная служба уделяет особое внимание охране государственной границы. Для этих целей идет обеспечение пограничной службы автомобильной техникой, также тракторами, снегоходами. На данный момент получили 16 единиц автомобильной техники. Из них 14 единиц легкового типа, 2 единицы грузопассажирского типа, которые будут использоваться в дальнейшем для обеспечения надежной охраны государственной границы, перевозки личных составов, доставки грузов, вооружения и прочих видов работы. Последний раз автомобильная техника обновлялась в прошлом году. Сейчас же 16 УАЗов распределят по нескольким пограничным заставам области. По мере необходимости, внутри они будут оборудованы спецтехникой. Раньше машины были старые, вот обновили нам военную технику, где есть, чтобы охранять государственные границы, республики Казахстан. Первый раз сегодня мы комментируем Чемрилов, заставим Чемрилов, Тасмола. После торжественного вручения новые автомобили сразу же отправились на охрану границы. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. Сегодня на доме по адресу Кирова, 41, была открыта мемориальная доска Бижану Имангалиеву. На открытие пришли многочисленные друзья, родственники и государственные служащие. Бижан Имангалиев родился 12 ноября 1927 года в селе Шектыбай Шенгарлаусского района. С 1948 года, после окончания Алматинского юридического института, работал судьей Тайпакского, Тоскалинского и Шенгарлаусского районов. Затем был избран секретарем первичной парторганизации ряда совхозов. Также его деятельность связана с работой в правоохранительных органах. Затем 20 лет Бижан Тлешевич проработал председателем областного суда. За свой труд награжден орденом Хурмет, судейским знаком ШБИ. В марте этого года Бижана Имангалиева проводили в последний путь. Мы стали свидетелями большого события. Сегодня открылась мемориальная доска в доме, в котором жил Бижан Имангалиев. Его вклад в судебную систему не оценим. Мы чтим его память. И сегодняшнее открытие позволит увековечить память Бижана Тлешевича. Мы продолжаем наш выпуск и вот что вы увидите далее. Ветеринарный карантин в селе Петимар Жангалинского района все еще продолжается. Об этом расскажет Марина Горбук. Благотворительный марафон прошел в Аксайской общеобразовательной школе номер 5. В нем приняло участие ИТО ПСП Серик. Уральский Акжаик провел очередной матч в рамках чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги. Овечьей оспой в селе Петимар Жангалинского района было поражено 196 голов. Об этом сообщил Аким Петимарского сельского округа. Сейчас обстановка нормализовалась, но карантин все еще продолжается. Более подробно об этом расскажет Марина Горбук. Карантин в Жангалинском районе был объявлен 15 августа текущего года. На зимовке Кушпа в начале августа внезапно умерли две овцы. Затем количество пораженных животных увеличилось. Ветеринарные врачи пришли к заключению, что животные были поражены овечьей оспой. Сейчас ситуация нормализуется. В данное время разделили вот этот баран, который на оспу подвели в зяги. Остальное все овцы вакцинировали. Вакцинацию овцы. Кольяр били 15 августа. На двадцать сентября объявили. Вспышка заболевания насторожила практически всю область. Люди стали опасаться заражения от животных. Но местные санэпидемиологи утверждают, что заболевание для людей не представляет опасности. На сегодняшний день в Жангалинском районе села Патимар регистрирована среди овечьей оспа. Она не опасна для человека. Она не передается от овца к человеку, как говорят. На сегодняшний день вообще мира, в мире оспа, она ликвидирует среди человека, населения. В данный момент провакцинировано около трех с половиной тысяч голов мелкого рогатого скота. Необходимость в санитарном убое животных отсутствует. Городской ветеринарной станции рассказали о том, что по городу относительно заболеваний животных проводится профилактическая работа. Сейчас по городу проводятся мероприятия по выявлению заболеваний крупной мелкорогатого скота. С начала текущего года в области выявлено 3288 голов с подозрением на бруцеллез. Около полутора тысяч животных вакцинировано от бешенства. Карантин в Жангалинском районе будет продолжаться в течение 20 дней после выздоровления животных. Марина Горбук, Нарбек Кушалиев, Александр Грабурев, ТТК-42. Полицейские Западно-Казахстанской области приняли активное участие в акции «Дорога в школу». Пятиучебным заведениям региона было перечислено 5,5 миллионов тенге. Как отметили в ДВД ЗКО, полицейские перечислили однодневную заработную плату пятиучебным заведениям. Среди них областная вспомогательная школа-интернат номер 15 для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Областной детский дом, Кушумский детский дом. Областная специальная школа-интернат-комплекс для детей с нарушением слуха и речи. Областная специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения. В этих учебных заведениях обучается 720 детей, из которых 178 являются сиротами. К каждому учебному заведению было перечислено по 1 миллиону тенге, а к Ушумскому детскому психоневрологическому МСУ 1 миллион 500 тысяч тенге. Не от имени администрации школы, а от имени наших детей. Мы выражаем благодарность Департаменту внутренних дел Западноказахстанской области за оказыванную нам помощь. Ежегодно, уже не первый год они нам оказывают помощь, второй год. Если в прошлом году мы для всех воспитанников нашей школы приобрели спортивные костюмы, в этом году мы для детей полностью на эти деньги приобретаем единую школьную форму. Подари детям добро. Именно под таким девизом прошел марафон в общеобразовательной школе номер 5 города Оксай. Данное мероприятие прошло в рамках республиканской акции «Дорога в школу». В нем приняли участие пять спонсоров. Одним из них стал ТО ПСП Серик. Подробнее в сюжете Анны Мардвинчевой. Каждый из спонсоров хотел порадовать детей лучшими подарками. Но все пришли к единому мнению, что в преддверии учебного года дарить нужно школьные принадлежности. От школьной формы до канцелярских товаров. Более 40 ребят 5-й общеобразовательной школы города Оксай получили специальные подарки ко Дню Знаний. Каждый спонсор пожелал детям отличного учебного года. Я поздравляю всех деток с наступающим новым учебным годом. Мы привезли подарки, рюкзаки. Они полностью с хвостоварами. Хорошего учебного года, чтобы учились на отлично. Всем спонсорам спасибо тоже от нас. И мы будем дальнейше участвовать в таких акциях. Цель акции – оказание поддержки школьникам из малообеспеченных семей при подготовке их к началу учебного года. Привлечение внимания к проблемам семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Создание условий для благотворительной активности организаций и жителей области. С каждым годом количество спонсоров увеличивается. И мы, конечно, этому только рады. Детишки получают ранцы, детишки получают школьные принадлежности, канцелярские товары. Они получают школьную форму. И все то, что делается, это делается от чистого сердца, от всей души. Я хочу сказать огромное спасибо спонсорам от имени учителей, от имени родителей, от имени самих детей. И хочу уверить, что благодаря вашей поддержке мы действительно будем растить граждан, достойных граждан нашего государства. Родители и директор школы выразили особую благодарность спонсорам за оказанную помощь и внимание. Спасибо директору школы, спонсорам нашим за материальную помощь. То, что спонсор нам помогает, то, что школа дает каждый год, это самая нужная помощь для семьи. Я благодарю и спонсорам, что подарили нам подарки. Я буду в этом году хорошо учиться. Устроители данного марафона считают в силах каждого жителя или организации области оказать помощь конкретному нуждающему ребенку или малообеспеченной семье. Анна Мордвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Пчеловоды Фукс и Дубравин спешат порадовать у гостей и жителей города новым поступлением российского меда Горного Алтая и Башкирии. Медовая ярмарка проходит, как всегда, в фойе ДК «Зенит». Жители и гости города могут получить подробную консультацию о полезных свойствах меда от высококвалифицированных продавцов и, конечно, приобрести качественные, вкусные и экологически чистые продукты пчеловодства. Обновленный состав меда собран уже в этом году. Душистый мед из лучших пасек пчеловодов Фукса и Дубравина. Кроме меда на ярмарке можно приобрести и такие продукты пчеловодства, как конфитюр, халва и мармелад. Пчеловоды исключают приобретение некачественного товара. Перед покупкой продукт, который вы выбрали, можно продегустировать. Уважаемые жители города Уральска, у нас пришло новое поступление меда. Меда свежего, это жидкие меда, это белая акация, мед соросторопший. Также пришел кедровый бор, который давно очень многие ждали, который полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях. Также лесной мед, это лесной разнотраве, тоже свежий мед и многое другое. Будем ждать, приходите. На ярмарке представлено более 40 сортов меда. При покупке килограмма меда в подарок полкило. При покупке двух килограммов вы получите килограмм бесплатно. Напомним, что ярмарка проходит, как обычно, в фойе ДК «Зенит». График работы с 10 утра до 7 вечера, без выходных и перерыва на обед. Олег Великий, Алтамбек Маякенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК 42. Нашла коса на камень. Уральский Акжаик провел очередной матч в рамках чемпионата Казахстана по футболу среди команд первой лиги. Он прошел на стадионе имени Петра Таяна. Местные футболисты владели преимуществом по ходу всей игры. Однако добиться победы им не удалось. Сегодня Акжаик провел очень сложный для себя в психологическом плане матч. Нашим соперниками являлся лидер чемпионата Казахстана среди команд первой лиги «Шимкенский» Кыран. Игра держала напряжение с первых до последних минут. С первых минут игры Акжаик захватил инициативу, но мяч упрямо не шел в ворота. Шанс отличиться упустили Николай Забродин, Эмир Юсич и Махир Карич. Казалось, что уральцы смогут распечатать ворота соперников. Но в этот день за Южан играли даже штанги. Болельщики сокрушенно качали головами, глядя, как Акжаик транжирит моменты. Игра завершилась нулевой ничьей. Игра получилась очень тяжелой. Акжаик показал себя хорошей командой. Мы выстояли и добились ничейного результата. Однако подопечные Сергея Волгина ничейный результат себе в актив записать не могут. Обидные промахи не позволили одержать победу. Игра, видите, тяжело получилась. С лидером играли как-нибудь. На первом месте команда идет. Очень тяжелый матч. Видите, сколько моментов не забили, не реализовали. Без голов не может быть три очка. Заработали только одно очко. Но это можно на одно очко считать за поражение, я считаю. На следующий выезд. На следующий выезд. Будем готовиться. Едем в самый, можно сказать, южный город. Там будет плюс 50, наверное. Очень тяжело будет. Но будем готовиться. С Махтаралом будем играть. С границей, ну, в Узбекистане вроде где-то там. Будет очень тяжелый матч. Надеюсь, заработаем три очка и привезем. Так как сегодня два очка потеряли, это можно считать как катастрофой. Сейчас Акжаик с 29 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. От лидера Кокшетаусского Акжет-Песа нас отделяет 11 очков. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. А мы с вами прощаемся. И напоминаем, что новости телеканала вы также можете посмотреть на сайте. Всего вам доброго. Берегите себя. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok